Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Лина Зинатулина. И вот главные темы выпуска. У Татарстана конкретные предложения сотрудничества. Очень много тем, которые мы могли бы с вами выстроить так, чтобы это было интереснее и полезнее. Рустам Иняханов сегодня с рабочим визитом в Босни и Герцеговине. О чем договорились, расскажет Вероника Кайнудинова. Штраф 300 тысяч рублей за весеннюю выбоину на дороге. Отбираем именно уже аварийные ямы, где глубина более 5 сантиметров, к примеру. Таким образом инспекторы ГИБДД следят за качеством дорожного полотна. Увидела Юлия Гоголева. Новая история, новая концепция. Для людей что-то интересное. Что будет с Казанским развлекательным комплексом Ривьера и почему за него берутся мировые архитекторы, расскажет Рамиль Шайдулер. Рейтинги растут, а вместе с ними и запрос на национальный контент. Наша мечта и цель – вещать для татарской диаспоры всего мира. О новых планах татарского музыкального телеканала «Майдан» Айгуль Бодрудинова. Одно из красивейших зрелищ года. На Волге пошел лед. Ледоход в этом году начался чуть позже, чем в прошлом. Лицезреть это явление на берег выходят сотни татарстанцев. Кто еще не видел, мы сейчас покажем. Лицезреть это явление на берегу. И к другим темам этого дня. Татарстан планирует расширить торгово-экономическое сотрудничество с Боснией и Герцеговиной. Здесь сегодня с рабочим визитом находится президент Рустам Мениханов. У сторон высокий потенциал сотрудничества в разных сферах. Чем схожи Татарстан и Балканская страна? И о чем договорились на встречах, расскажет Вероника Ганудинова. Здравствуйте. Колобок, Олег Городевич, посол. Очень приятно, очень приятно. Добро пожаловать. В Сараево столицу Боснии Герцеговины президент прилетел поздно вечером. В аэропорту Рустама Мениханова встретили чрезвычайный полномочный посол России Игорь Колобухов, генеральный секретарь президиума Зорен Джерич, советник председательствующего президиума Радован Ковачевич. Первая встреча под зонтом. В Сараево в эти дни дожди. Везла весна, а сейчас опять уже даем. Такой погоды не бывает. У нас у меня очень тепло, в Казани тоже. Погода не помешала насыщенной программе президента. Татарстан планирует расширить торгово-экономическое сотрудничество. На встрече министр внешней торговли и экономических отношений Сташа Кошарац и Рустам Мениханов обсудили поставку новых вертолетов. Уже сейчас успешно реализуется контракт на три новых ансата с республикой Сербской. Это один из регионов Боснии и Герцеговины. Смерть наших контактов огромное количество. Это и культурный обмен, это и спортивный обмен. Но в любом случае основа всех контактов это экономика. Рустам Мениханов предложил министру провести одно из заседаний межправительственной комиссии в Татарстане. Это позволит ознакомиться с возможностями Казанского вертолетного завода. Министр заверил, приглашение принято. Уже на круглом столе президент отметил высокий потенциал сотрудничества в нефтехимической и машиностроительной отраслях, судо- и автомобилестроении в сфере высоких технологий. Товарооборот между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной в прошлом году составил 9 миллионов долларов. Мы ориентированы к сотрудничеству и в других областях. Казань ассоциируется у меня с баскетбольным клубом, так как я очень люблю баскетбол. Я верю, что наша встреча сегодня откроет новые возможности. В Боснии и Герцеговине проживает почти 4 миллиона человек. Половина исповедует ислам. Рабочий визит пришелся на месяц Рамазан. Вместе с муфтием Камилем Самигулиным Рустам Миниханов посетил мечеть Газиху Сревбега. Это архитектурный памятник османского периода. В следующем году будет 1100 лет, как наши предки добровольно приняли ислам. Мы вас пригласим на наш большой праздник. Рустам Миниханов также рассказал, что президентом России Владимиром Путином уделяется большое внимание вопросам выстраивания взаимоотношений с исламским миром. Для этого создана группа стратегического видения «Россия – исламский мир». Президент Татарстана предложил вступить туда и представителям Боснии и Герцеговины. Вероника Гайнудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Босния и Герцеговина. Каждое третье ДТП в республике происходит на дороге с ямами или из-за отсутствия дорожных знаков. Такова статистика ГИБДД. Как здесь говорят, далеко не все подрядчики оперативно приводят проезжую часть в соответствие. Контроль за выполнением ведут сотрудники ГИБДД и прокуратура. Какие участки сегодня вызывают больше всего нареканий Юлия Гоголева. Сколько машин провалились? С этой ямой, которая осталась после ремонта, предприниматель Джафар Ахмедов борется около года. Куда только не писал, чтобы канаву зарыли. В итоге нанял бригаду и сделал за свой счет. Но яму снова раскопали. Несколько недель назад здесь провалилась легковушка. Тут снег стоял, она не чувствовала. И провалился туда, мы ели выйти. Огородили яму только после приезда нашей съемочной группы. Во время записи интервью сотрудник ГИБДД позвонил подрядчику и потребовал принять меры. 50 метров влево и новая яма. Это улица Фучика. Автоинспекторы замеряют все параметры. Нарушения фиксируют. На устранение дают от одного дня до 20 суток в зависимости от категории дороги. В отношении баланса держателя дороги выдается предписание. В случае его неисполнения мы принимаем меры административного воздействия. Такие рейды по выявлению ям и трещин на дорогах сотрудники ГИБДД проводят каждый день. С начала года выявили уже больше тысячи нарушений. Большая их часть касается городских и сельских дорог. Особенно во дворах, на квартале по работе езжу. Там вообще как лунная поверхность. Честно говоря, куда деньги уходят наши. Ехал по улице Подложной, держался правее и попал в яму. Заднее колесо правое разбил. Где-то дорожное покрытие как стиральная доска, где-то нет разметки и знаков. На улице Осиновская в Кировском районе, где сотрудники ГИБДД не так давно составляли протокол, отсутствовал тротуар. ЖК «Триумф» на улице Зуру-Урам были сложности с проездом скорой и пожарной техники. Не обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог, оно влечет за собой привлечение к административной ответственности. Штрафы на сегодняшний день они достаточно большие, крупные. Статья 12.34 за нарушение правил содержания уличной дороги сети на должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч, а на юридических лиц до 300 тысяч доходит. Наказывают рублем и подрядные организации, и муниципалитеты, за которыми закреплены участки. В марте месяце сотрудникам ГИБДД было вынесено 21 предписание, на сегодня 19 предписаний устранено. Ямочный ремонт в первую очередь проводится на дорогах, где общественный транспорт и наибольшее интенсивное дорожное движение. В 2019 году предписаний по знакам, по светофорным объектам было на исполнительный комитет выдано 350 штук. В 2020 году уже 400 предписаний. На сегодняшний день 65 предписаний с начала года на сумму 10 миллионов рублей. С наступлением тепла нарушения устраняют и другие организации, к которым ГИБДД направило предписание. Глав Татдор Транс, Волгодор Строй, Татнефтедор, ДЭП-103. Зачастую залатать яму или установить дорожный знак получается только через суд. К этому прибегают уже тогда, когда подрядчик не реагирует на предписание. В марте текущего года Бавлинская городская прокуратура предъявила иск к федеральному казенному учреждению Волговятску Упроавтодор в связи с тем, что в одном из населенных пунктов на участке автомобильной дороги с оживленным движением автомобильным отсутствовал тротуар. Общий недоремонт больше 50% это в целом по республике. Конечно же можно отдельно выделить Эдзакамскую зону, это в районе Альмитинской стороны, там большая протяженность дорог и она требует в том числе этого ремонта. Но почти по всем районам этот показатель все-таки более-менее приближенный и одинаковый. Ямочный ремонт в Татарстане завершится в мае. На сегодня контракты практически заключены. В целом на ремонт дорог республика потратит 34 миллиарда рублей. Это с учетом денег по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности в порядок приведут более 200 километров. Юлия Гоглева, Александр Лобанов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Платона на региональных дорогах не будет. Во всяком случае пока Госсовет Республики отказался от идеи введения платежей за проезд грузовиков с массой свыше 12 тонн. Проект назвали преждевременным. Решение об отклонении было принято сегодня во время выездного заседания Комитета по жилищной политике и экспертного совета. Почему закон о платных дорогах отложили в долгий ящик и о чем еще говорили депутаты, расскажет Салават Мухмадуллин. Первый это отчет правительства. На ближайшей сессии Госсовета будет представлен отчет правительства. Сейчас о своей работе за 2020 в комитетах докладывают министерства. Сегодня депутаты выслушали дорожников и строителей. Дискуссию вызвало будущее коммунальных сетей. 30% из них в республике изношены. Жители правильно говорят, что жилем как после бомбежек, там раскопано, здесь раскопано и так далее. К сожалению, это есть, потому что срок службы более 50 лет, это сверхформативный срок. Самые серьезные проблемы на сегодняшний день это инфраструктура, это сети. Не то что даже строительство, а именно привести в порядок существующую инфраструктуру. Конкретного решения проблемы пока нет. Парламентарии и представители сферы ЖКХ говорят, без принятия федеральной программы вопрос решить сложно. Наша задача как законодателей создать наиболее комфортную норму, базу, чтобы было выгодно инвестировать извне. Ну и безусловно поиск идет любых типов решений. Вот вы даже слышали на примере платных дорог. Речь о региональных дорогах. Половина из них сегодня не соответствует нормативам. И ситуация становится только хуже из-за больших грузов, говорят дорожники. Еще в ноябре в госсовете депутаты и представители экспертного совета заговорили о плате за проезд по региональным трассам. По расчетам специалистов для возмещения ущерба, стоимость одного километра проезда по региональным дорогам должна составлять от трех до восьми с половиной рублей в зависимости от участка. Это касается грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн. Это по сути региональный платон. Сейчас большие грузы платят только за проезд по федеральным трассам. По новому законопроекту им пришлось бы платить и за региональные дороги. Пока целесообразности вот здесь вот рассмотрения этого вопроса мы не видим. И учитывая еще, что сегодня, как я уже отмечал, идет формирование региональной сети под критерией федеральных автомобильных дорог. Но учитывая экономические аспекты, все-таки сегодня по транспортным предприятиям, вот по пассажирским, мы видим снижение значительного пассажиропотока было по прошлому году. В итоге депутаты приняли решение, что такая законодательная инициатива преждевременно и сегодня же проект сняли с рассмотрения. В нашем министерстве экономики, министерство транспорта считает, что мы пока должны исчерпать все ресурсы, которые есть на уровне государственного управления. Мы действительно будем заниматься. При этом не исключили, что к этому вопросу депутаты еще вернутся. Но не в этом году. Слова Тухумадолин, Игорь Романов, ТНВ. Казань. Пострадавшие при взрыве дома в Зеленодольске получат единовременные выплаты. Постановление сегодня подписал премьер Алексей Песошин. Семьи погибших получат по миллиону рублей, получившие тяжкий вред здоровью 300 тысяч. Также поддержка будет оказана тем, кто потерял имущество. Все пострадавшие получат по 10 тысяч рублей. С заявлением в соцзащиту можно обратиться в течение полугода со дня ЧП. На месте развлекательного комплекса «Ривьера» появится новый развлекательный комплекс. Сегодня в Казани запустили международный конкурс на его концепцию. До конца июня желающие могут прислать проекты по обновлению центра. Главное, чтобы он органично вписывался в ландшафт и отражал культурное многообразие Татарстана. Чтобы на память оставить. Раиль Галеев с внуком делают снимки на память. Через полгода или год это здание снесут. По новостям он узнал, что здесь будут строить новый объект. Новые хозяева, новые планы, что тут скажешь. А планы мирового масштаба. Сегодня в Казани объявили международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию гостиничного комплекса «Ривьера» и прилегающей к нему территории. Об этом сообщили новые владельцы из Санкт-Петербурга. Мы понимаем ответственность и важность данного места. Поэтому было принято решение и мы вышли с предложением провести международный архитектурный конкурс. К участию приглашаются российские и зарубежные архитекторы, бюро и консорциумы, а также градостроители. Уже до конца июня они должны представить то, каким видят новый комплекс. Тогда на месте этого здания они могут изобразить и постройку в стиле хай-тек, и центр в стиле барокко, да и даже средневековый замок. Почему нет? Главное, чтобы в итоге новый комплекс вписывался в общую концепцию. Участок проекта почти 9 гектаров. Он граничит с Казанкой и будущим парком, который сейчас проектирует французский архитектор Мишель Пина. Он же будет в конкурсном жюри. Поэтому требования, сообщили сегодня, будут строгими как поэтажности, так и внешнему облику. Не знаю, опять же развлекательный какой-то комплекс, чтобы для людей что-то... Нормально, если будет лучше. По плану это будет многофункциональный комплекс с концертным залом, двумя отелями, офисами и магазинами. Никаких жилых домов, заверили в исполкоме, на этом месте не будет. В плане города не предусмотрена жилая застройка на этой территории. Прием заявок начнется 1 июня и завершится 24-го. Далее работы оценят жюри и уже 30 июня объявят имя победителя. Рамиш Айдулин, Вадим Новориванов, ТНВ, Казань. На Куйбышевском водохранилище продолжается весенний приток. За сутки уровень воды поднялся на 74 сантиметра, сообщает управление по гидрометеорологии. На большей части Нижнекамского водохранилища вода уже пошла на убыль, а на ниже на 14 сантиметров. Пик половодья ожидают на реках Шошма, Казанка, Меша, Тойма и Вятка. На остальных малых реках республики пик пройден, вода пошла на убыль. Сегодня утром талыми водами затопила деревню Тимофеевка Высокогорского района. Резко поднялась вода в реке Сула. Под воду ушли низководный мост и два двора. Сообщение с населенным пунктом не прервано, функционирует пешеходный мост. На месте работает МЧС, установлено дежурство, доставлена цистерна с питьевой водой. Два поселка республики остались под водой. Это 86 домов, где проживали 250 человек. Спасатели, аварийные службы, полиция, бригада скорой помощи, представители исполкома города были подняты по тревоге и приступили к ликвидации последствий. По такой легенде сегодня начался второй этап всероссийских учений в Казани. В них участвуют 210 человек и 46 единиц техники. Обстановка держится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Непосредственно данных учений, цели учения достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном объеме. В Татарстан завезли 3200 доз вакцины EpiVacCorona. Ее уже распределили по поликлиникам Казани, Челнов, Альметьевска и Нижнекамска. В 10-й казанской поликлинике начали вакцинировать новым препаратом. За все время здесь уже сделали прививку спутник Ви более 5000 человек. Доставьте, опустите. В 10-ю городскую поликлинику в понедельник поступила вакцина EpiVacCorona от Центра Вектор. Теперь любой желающий может выбрать привиться ею или спутником Ви. По словам врачей, обе вакцины в достаточном количестве. В день делается более 100 прививок. Вакцинируемся EpiVacCorona. Новая прививочка поступила. И уже большой опыт вакцинации VanCovicVac. Вакцинируются от 18 и до буквально 90 лет приходят люди. Но больше, конечно, пожилой возраст. На вакцинацию можно записаться пятью способами. Через госуслуги, многофункциональные центры, по единому номеру 122 и через регистратуру поликлиник. В 10-ю поликлинику можно прийти и без записи, и привиться в тот же день. Так поступил и Леонид Коротков. Вроде бы все вакцинируются. Но мне уже 82 года. Думаю, тоже надо провакцинироваться. Пришел, и меня сразу направили сюда. Снизу, без каких-либо хлопотов. Измеряют здесь и температуру, и давление. Перед каждой прививкой осматривает терапевт. При признаках острых заболеваний или обострения хронических вакцинацию откладывают до улучшения самочувствия пациента. Обязательно надо. Но чтобы самому не заразиться, не болеть, и других не заразить. Все проверили. Я только что терапевта нас послал сюда. Татарстанцы могут привиться в поликлиниках по месту жительства, а также в крупных торговых центрах Казани, Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Всего по республике работают 153 пункта. А вот по словам главного эпидемиолога Минздрава, проходить вторую прививку желательно там же, где делали первую. Все связано с тем, что сама вакцина двухфазная. Так, прикрепление одной фазы ко второй будет более продуктивным. Алия Хайрудинова, Илдус Халиулина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Антирекорд смертности в минувшем году. Как пандемия повлияла на среднюю продолжительность жизни в регионах России? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Из 32 исполнительных органов власти Татарстана на 100% госзадания по индикаторам оценки качества жизни населения выполнили только 19%. Об этом сегодня доложили на заседании Кабинета министров. В совещании провел Алексей Писошин. С докладом выступил вице-премьер Шамиль Гафаров. Среди муниципалитетов средний уровень достижения показателей более 80%. Необходимо усилить работу по переводу в электронный вид госуслуг, а также укрепить информационную безопасность этих сервисов. Низкое исполнение госзаданий имеет Министерство промышленности и торговли. 90% был тяжелый пандемийный год. Много предприятий у нас обанкротилось, многие предприятия стали убыточными. 100% не достигнуто ни в одном муниципальном районе. Результаты выше 90% показали только два муниципальных района. Это Буинский и Сабинский. Сегодня в Казани открылась одна из крупнейших выставок стройматериалов, технологий и оборудования в Поволжье «Волгастройэкспо». Ее гости за несколько дней получат возможность изучить полную картину строительного рынка Татарстана и России. Казанская ярмарка собрала полсотни компаний из разных регионов страны и ближнего зарубежья. На выставке новейшие образцы стройматериалов, промышленного оборудования и достижения организации строительного комплекса. Здесь же свою экспозицию представило Сотружество строителей Татарстана. Ее посвятили столетию этой отрасли в республике. На стендах наглядные материалы и исторические фотопроекты. Татарстан всегда был открыт для наших гостей. Мы всегда их ждем. У нас развитый экономический регион. И нам есть с чем поделиться. В течение трех дней для гостей тематические мастер-классы, семинары и круглые столы. Сегодня специалисты обсудили вопросы строительной отрасли. В центре внимания профилактика производственного травматизма, изменения в сфере охраны труда, ценообразования и подготовки профессиональных кадров. Вопросы охраны труда являются приоритетными направлениями среди организаций нашей ассоциации. В 2020 году проведена 1031 плановая проверка. Из них 281 строительная компания была проверена с выездом на строительство объекта. По окончании семинара все участники получили сертификаты о прошедшем обучении. Выйти на спутник и дать возможность большей зрительской аудитории получать татароязычный контент. Такие амбициозные планы у телеканала «Майдан». Сегодня его смотрят не только татары по всей России, а это 63 региона, но и представители других народов. Как через песни найти путь к сердцам соотечественников в репортаже Айгуль Бодрудиновой. Запись передачи на татарском языке с певицей Арсланой. «Лайкла Хит» знакомит зрителей со всеми новинками эстрады. Здесь голосуют за клипы. Именно аудитория решает, чья композиция достойна вершины хит-парада. А это эксклюзивный выпуск программы заслуженным артистом Татарстана Фердусом Тимаевым. Итак, 24 часа в сутки, 168 часов в неделю, 80% вещания музыкальной программы, 20% развлекательный контент. Популярность рейтинг канала очень выросли за последний год. Мы предлагаем зрителю самую широкую палитру музыкального репертуара разных исполнителей. От новичков до топовых звезд, от ретро до хитов 2021 года. Весь контент создает очень сильная креативная команда профессионалов телеканала. Четыре оригинальные программы, концерты и шоу со звездами татарской эстрады. Майдан дает возможность артистам раскрыться, а зрителям узнать новое о любимом исполнителе. Современная подача, сильный дизайн и все на родном языке. Татары же, они такие люди. Ой, не надо, давайте вот скромненько пускай будет. А у нас режиссер, креативный человек, она говорит, давайте вот из ТикТока возьмем такие идеи, оттуда возьмем такие идеи. Мне очень нравится командный дух Майдана, потому что все задумано и очень быстро воплощается. Буквально с полуслова все схватывают идеи, и это делается очень интересно. И это просто кайф, конечно. Я обожаю эти дни, когда проходят съемки каких-либо программ. Очень многие артисты, кстати, говорят, что вы нас делаете звездами. 63 региона России, 362 города. Чаще всего Майдан смотрят в Санкт-Петербурге, Самарской, Свертловской областях, Башкортостане, в Нижнем Новгороде и Пермском крае. Вместе с социальными сетями охват телеканала Майдан составляет более 10 миллионов человек. И это не только татары. Планы, конечно, расширятся. Мы не стоим на месте. Мы идем вперед. Мы развиваем канал с технической точки зрения. Мы увеличиваем материально-техническую базу. На территории Татарстана Майдан представлен во всех кабельных сетях. Планы – выйти на спутник. Наша мечта и цель – вещать для татарской диаспоры всего мира. Попасть на вещание в Триколор и радовать людей лучшей музыкой татарского народа. Это ответы на запросы татарской аудитории. Сейчас такой контент, как никогда, востребован. Айгуль Бедрудинова, Алмазья, Динов ТНВ, Казань. А у нас на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Мечтайте, воплощайте и обустраивайте свой дом с Леруа Мерлен. Леруа Мерлен. С любовью к дому. И вы скажете, я вижу. Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. Каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Вкусняшки для всей семьи в находке по сладким ценам. Карамель «Москвичка» 189,99. Кофе «Мока» растворимый 95 грамм 129 рублей. Срок акции по 18 апреля 2021 года. Подробности у продавцов. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. Вы выбираете ту, что будет лучшей именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Обработать территорию препаратом клеща нет. Полное уничтожение насекомых за три дня. Спрашивайте в магазинах города и интернет-магазине joymagazin.ru Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А еще и в качестве уверенных. В магазинах «Победа». Сок яблочной сады Придония. Один литр 39,90. Жить лучше. Значит, достигать своих целей. Акбарсбанк. Рефинансирует невыгодную ипотеку под 7,77% годовых. Акбарсбанк. Живите лучше. Все, что хочу. Это Ниссан за 980 тысяч. Все, что хочу. Резину в подарок. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Компания «Волга-Волга» проводит терморку путевок на свои теплоходы. 17 апреля с 9 до 14. Московская 43. Можно записаться по телефону. Или на сайте volga-volga.ru. Хуш-дуслара-мочераширбас. Приходите! В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 3 двойки 0101 и на Чуйково 54Б. И вы скажете «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202-202-8. В студии Софии Егорова. Здравствуйте! В Татарстане установилась очень теплая погода. С температурой на 5-7 градусов выше нормы. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца апреля доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните. 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Угульме, Бавлахе, Азнакаево. Осадки маловероятны. Будет очень тепло. Плюс 21-22 градуса. В набежных Челнах, Нижнекамске и Элабуге. По летнему солнечно и даже жарко. Для этих дней апреля. Плюс 23. В Агрызе, Менделеевске и Актаныши ясно и без осадков. Температурный фон удерживается на высоких значениях. В Азке, Кубмаре и Балтаси ночи небо безоблачно. А днем яркое солнце будет радовать с раннего утра. Плюс 22. Сохраняется тепло в Болгаре, Дрожженом и Буинске. Плюс 20-23 градуса днем. В Альмейцевске, Чистополе, Мадыши комфортная и теплая погода сохранится. Без осадков до плюс 23. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Весна на аптечной улице. В бережных аптеках, аптеках от склада и икона. Снижение цен. Тауфон – 99 рублей. Цитрин – 129 рублей. Мирамистин – 339 рублей. Покупай выгодно. В бережных аптеках, аптеках от склада и икона. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 30 апреля в аптеках икона, бережная аптека и аптека от склада. Проходит акция снижения цен. В Казани ясно, днем солнечно, без осадков. Ночью около 8 тепла, а днем 22 градуса выше 0. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность в воздухах 63%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин